Обычно так начинаются фильмы, где потом главного героя сжирают Скалолазка из меня не очень, а вот пор отлично Надеюсь, вскоре мы будем есть У меня есть один тупой нос 36 градусов в тени, 300 километров Вот такой дорогой проехать сегодня надо Привет, я Андрей А я Маша Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем Мы просто едем и едим Используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды Ребята, ну мы ездим в день примерно километров 300 Намибия, она огромная Входит в так называемый белый пояс Африки, да Где цивилизацию выстраивали белые люди Африка делится на три части Арабская Африка, это север Средняя Африка, черная Африка Конго, Центральная Африканская Республика Чад И самая южная часть Африки ЮАР, Южноафриканская Республика Намибия, Зимбабве Это вот такие части, которые в общем-то достаточно цивилизованные И Намибия из них самая цивилизованная, я бы сказал Здесь идеальные дороги Даже без асфальта, которые работают грейдеры По ним можно спокойно ехать 80-90 км в час Вообще не волнуюсь, что там будет какая-то яма или что-то Все дороги ограждены заборчиком Но породавочники и всякие цесарки, они пролазят где-то Вот такой для детей Не очень приятный трекинг Хотя Ярик бы тоже с удовольствием палит Друзья, это плато Вотерберг 25-30 минут трекинг от базового лагеря Я надеялся получить красивый вид с восходом солнца Но сегодня облака, видите, и солнце закрыто Так что вот пока такой вид Но здесь очень красиво Видите, бескрайняя буш И прямо из этой равнины возвращаются такие утесы, скалы И это и есть плато Вотерберг Поехали дальше Едем сейчас с плато Вотерберга в сторону с севера Намибии На самый север, на границу с Анголой Где находится национальный парк Этоша Название Этоша происходит из языка племени Авамба И означает большое белое пространство Красиво, правда? На въезде в парк есть пункт контроля Такой, как карантин, что ли Они проверяют, чтобы у вас не было с собой мяса сырого Там сосисок, колбасы Чтобы, не дай бог, не кормили животных Ну, потому что это достаточно опасно, во-первых Вы можете стать частью цепочки пищевой У львов там, и они могут не понять, что это не вы на них пришли Посмотреть, а это что они пришли вас поесть Вот, ну, вход, получается, у нас двое детей, двое взрослых Получается, что за нас вот взяли 170 долларов Вход на один день 170 долларов намибийских Это примерно 12 евро На территории парка есть два огромных лоджи С гостиницами, с ресторанами Давайте зайдем, посмотрим О, привет, женушка Доброе утро Доброе утро, расскажи, что у нас тут есть? У нас есть самое важное в Африке Это балдахин с кроватью Потому что очень много всяких насекомых Очень много пауков, очень много змей и так далее Ты всегда можешь расправить края балдахина И спокойно спать в защищенном ночью Прекрасный век В Африке очень много таких стильных проектов Ну, с того, что мы встречали Вот, но в данном случае это очень стильный проект И, кстати, мы находимся в стране без Икеи Тут у нас есть Попа-слона, видите? Открываете краник из попы-слона И из хобота-слона течет водичка Привет! Есть кондиционер, что тоже очень важно Есть прекрасные картины, есть зеркала Очень удобно сделаны сейфы Вешалки Ко всему хорошо подошли С душой я точно чувствую Вот, на территории парка есть заправочная станция, естественно Потому что огромная территория парка Можно остаться без топлива Я только осознала, что я вчера сказала, что он как Бельгия Он чуть-чуть больше по размерам, чем страна Бельгия Это такая она Африка, не маленькая Поэтому самый большой в Намибии парк Он находится на границе с Анголой Здесь уже такая тропическая получается Больше зелени, больше осадков, больше дождей И здесь даже есть озера И поэтому здесь сюда приходят... О, вон бежит, бежит кто-то Смотрите, кто так есть А что, шакалы хотят? Вон второй Может, мы его спасли вообще? Ну что, охотятся? Думаете, мы их это... Вспугнули с охоты? Ну... Да... Вот, он бежит Фикал, фикал Мы надеемся встретить львов, жирафов, пекемотов, носорогов Но выходить из машины нельзя Поехали? Поехали Субтитры подогнал «Симон» Парк настолько огромен, что позволяет животным сезонным, Мегонно мигрировать внутри него, даже не выходя за пределы ограждений Главный совет, если вам удастся побывать в Итоше Ищите водопои Они не пересыхают круглый год Животные, конечно, это знают Каждый день на водопои собираются 114 видов млекопитающих И 350 видов птиц Представьте себе Слоны, буйволы, антилопы, антилопы гну, ориксы, куду, импалы, Спрингбоки, львы, жирафы, гепарды, гиены, зебры, леопарды, цесарки, орлы Иногда носороги и даже шакалы Так хочется там походить Красиво, не как для инстаграммчиков Обычно так начинаются фильмы, где потом главного героя сжирают Зачем ты туда ходишь? Ты хочешь быть седенным? Маш, меня никто не съест, я невкусный Да, да И потом только ху Маш, меня частенько Это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И по сей день Химба занимаются разведением рогатого скота, кос и овец Вот это вот хижины, в которых живут племя Химба Вода здесь, конечно, это навес золота Каждая капля, которую удается добыть, будет сохранена, будет выпита Но вот чтобы водой еще мыться, это, конечно, вообразить невозможно Вместо душа женщины Химба окуривают себя дымом из различных трав И главное, используют мазь, которой они обязаны своим знаменитым красным оттенком кожи Это смесь сливочного масла, разнообразных растительных эликсиров А также вулканической пемзы, которую толкут в такую тончайшую-тончайшую пудру Этим составом женщины Химба намазывают все тело и даже волосы по нескольку раз в день А вот это, это и придает их коже тот самый красноватый оттенок Который, считается, символизирует кровь, а она, в свою очередь, символизирует жизнь Вместо верхней части одежды, как вы уже успели заметить, женщины используют многочисленные украшения Это и бусы, и браслеты, все это, это часть их традиционной культуры А на ногах есть тоже браслеты, вышитые бисером Они используются для защиты от укусов змей Нормальное намибийское лето, 31 декабря 36 градусов в тени, мы поставили кипятиться воду И вот едем вот так по такой дороге, по 300 километров По такой дороге проехать сегодня надо Мы заезжаем, кстати, в пустыню Нами Это самая сухая часть планеты Земля И самая древняя пустыня в мире Да, что мы поедем 800 миллионов лет или сколько И что тут дождей бывает, там, типа, 20 сантиметров в кофе Что тут дождей бывает никогда Ребята, воздух горячий Как будто в сауне включили фен горячий Вот так вот по руке сейчас дует воздух Теперь, посмотрите, мы едем в каменной пустыне Ребята, мы забрались в такие сказочные ебня Это каменная часть пустыни Намиб И мы будем праздновать сегодня Новый год здесь И место это называется Твифилтон Фаин Каунтри Лодж Вход в сам отель, в этот лодж Через такие красные камни Более 5000 лет назад было ритуальным местом древних жителей Это Намибийская пустыня Это сакральное место, в общем Ну вот, смотрите, это ресепшен этого отеля Там есть бассейн Вот сам отель, где мы будем праздновать Новый год Сегодня Вообще очень красивое место Нереально красивое Круглики Толстый совсем Иди в камень, а то тебя сейчас предали Молодец Субтитры создавал DimaTorzok Горы камней наваленные, да? Ага Вообще необычные такие Вот песок песок А тут раз Пирамиды из больших глыб Это самая древняя пустыня Намиб в мире И я так понимаю, что вот эти камни образуются за счет эрозии Ветер, дождь, ветер, да? И каждая глыба по 2-3 тонны А место, в котором мы праздновали Новый год И в котором жили Основная порода камней там Андрей, кстати, много снимал Это доломит Та же порода камней, что и в Италии В доломитовых Альпах Очень красивая Как я называю ее халва Когда скалы обрушиваются Очень красиво А тут и дыр А я, уй, я, 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 я А я Уй, я, уй, я, я, я А я Мужчины племени развлекаются Азартно играя в камушки и ямки По какому-то неведомому домарскому алгоритму Хотя, кажется, Ярику этот алгоритм все же удалось разгадать Расскажи мне Если камни будут вместе То нужно взять камни аппарента И там на них разложить влево Если будет граница Да Говорят, что в эту игру играют на жену и на детей Проиграл, ушли к другому Выиграл, прибавилось семейство Дамара разговаривает на языке Нама Разговор между жителями деревни Звучит очень необычно Ну, во-первых, потому что это тоновый язык Все слова начинаются на вдохе А не как у нас, на выдохе В этом языке есть также щелкающие и свистящие звуки Послушайте, это очень классно Мы используем мопани для строительства Их используем мопани для строительства Если вы хотите соскобий или диархия Устарапи на вкус Вы уйти, пакет и пакет На самом-мопани Покупайте мопани Продолжение следует... 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 Устриса, она гермафарадин Итого в моей тарелке Страус, Орикс, Зебра, Антилопа Медиум или не медиум Будет зависеть от повара И мы находимся в Намилии